здравствуйте ребята меня зовут белоусова татьяна геннадьевна я учитель химии сегодня мы с вами поговорим о веществах без которых нам трудно представить современную жизнь это вещества которые имеют вот такое название это их ну скажем так химическое название первоначальное название высокомолекулярные соединения или сокращенно мы их называем в м с кроме этого за высокомолекулярными соединениями скрывается еще одно название безусловно вам более знакомы полимеры или как еще называют макро молекулы макро молекулы но из этих всех названий безусловно наиболее употребляемым является название полимеры что такое полимеры полимеры это вещества в которых есть повторяющиеся части молекул структурные части молекулы которые имеют большую молекулярную массу сразу давайте определимся какой должна быть масса для вещества чтобы мы его считали полимером если молекулярная масса меньше 500 то такие соединения мы называем низко молекулярными практически известные вам вещества такие как вода или поваренная соль к примеру это соединение низкомолекулярные и соединения которые имеют как раз массу не достигающие 500 если молекулярная масса получается будет больше чем 500 но соответственно не достигать получается это значение будет не превышать значение 5000 то такие соединения называют олигомеры олига это префикс означающий несколько такие соединения тоже встречаются олигомеры и есть еще соединение у которых молекулярная масса превышает 5000 вот такие соединения мы называем высоко молекулярные соединения или полимеры вопрос теперь следующий каким образом эти полимеры могут быть получены и какие составные части полимера вы должны уметь различать и так один из способов получения полимеров называется реакция полимеризации поэтому в классификации которая мы с вами покажем будет такой принцип деления полимеров полученных полимеризации или полученных поликонденсации и так приведем пример если взять энное количество молекул соединение ch2 двойная связь ch2 это соединение называется этилен и путем соединения таких молекул мы можем получить его полимер который будет иметь вот такое строение при этом а полученный продукт называется уже полиэтилен как раз это название вы безусловно слышали много-много раз и так разберемся давайте вещество из которого получается полимер в данном случае этилен называется в химии полимеров моно мер мона единичный меры с часть тогда продукт реакции называется полимер от поли это много-много частей внутри вот этой скобки находящаяся часть молекулы которая будет повторяться много раз называется структурное или элементарное звено обратите внимание что структурное звено в данном случае отличается например вытеление есть пи связь а вот в полиэтилене и и уже нет поэтому например этилен может обесцвечивать бронную воду а полиэтилен и и обесцвечивать не будет и вот это н который стоит или получается за скобкой безусловно она с этим н совпадает называется степень полимеризации полимеризации это число обычно не записывают поскольку она может достигать нескольких тысяч и даже миллионов поэтому n записывают в общем виде конечно вас могут попросить например составьте молекулу частично полимеры если допустим число звеньев будет 45 и так далее тогда такое задание выполняется с учетом того что вы должны изобразить ровно столько звеньев сколько вам предстоит написать исходя из задания и так при полимеризации продуктом будет только полимер могут ли в этой реакции участвовать разные молекулы мономеров да конечно тогда и такой полимер называется со полимер и вы можете например этилен соединить допустим с бутадиеном или например полиэтилен там с бутадиеном и так далее продукт этой реакции будет тоже получен полимеризации только называться будет со полимер и второй способ получения называется поликонденсация эта реакция с помощью которой также получается полимеры например если мы возьмем энное количество молекул глюкозы c6 h12o6 это глюкоза то путем ее реакции полимеризации получается полимер например крахмал или целлюлоза и побочно отщепляется еще энное количество молекул воды это может быть ну допустим крахмал или повторюсь или целлюлоза смотря какую глюкозу вы возьмете тогда несложно заметить что между полимеризации поликонденсации существуют различия в полимеризации нет побочных продуктов реакции а в поликонденсации есть вода очень часто среди продуктов поликонденсации может быть вода аммиак углекислый газ но а объединяет эти две реакции наличие полученного полимера и так первый принцип деления полимеров классификации будет следующим по способу по способу получения и так соответственно тогда полимеры бывают полученные реакции полимеризации 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 или соответственно поле конденсации поле конденсации и так приведем пример полимеризации получают например такой известный вам полимер который вы встречаете своей жизни это тефлон а например поле конденсации вы можете получить такое волокно как капрон у них будет разные способы получения второй вид классификации полимеров по источнику их происхождение происхождение и так тогда все полимеры можно разделить на две группы в первую очередь на природные полимеры это полимеры которые получаются самой природой то есть природа получает такие полимеры в своей окружающей получается среде природные полимеры внутри себя делятся на растительные полимеры например хлопок соответственно есть животного происхождения например шерсть и минерального происхождения например азбест это получается природные по своему происхождению и существуют химические полимеры которые получаются использованием химии тогда в этой связи они подразделены на соответственно искусственные искусственными называют полимеры которых используется природный полимер и обрабатывается химическим путем таким полимером является вискоза и бывают полимеры синтетические когда и исходное сырье и продукт реакции получается с помощью химического эксперимента например такое волокно как лавсан получают с помощью химического пути это синтетический полимер дальше полимеры могут отличаться друг от друга тем соответственно какие элементы входят по элементному составу по элементному составу тогда в этой связи полимеры делятся на неорганические возможно это вас сильно удивит но неорганические полимеры тоже бывает самый известный полимер это кварц песок потому что когда мы записываем формулу силициума 2 это не очень точно правильно было бы записать вот так силициума 2 энное количество раз ну и конечно алмаз такие полимеры которые состоят неорганические из могут состоять из кремния как вы видите кислород алмаз это полимер полученный только из углерода графит является таким же полимером а это неорганический затем есть элемент органические например таким полимером являются полимеры на основе кремния алюминия или например титана но самый знакомый наверно нас на слух вам это силикон есть такой полимер применяемый в медицине и третий вид это органические полимеры это полимеры которые имеют отношение именно к органической химии и получены именно из органических мономеров например тот же поле пропелин так как же еще делятся полимеры полимеры могут отличаться по форме молекул по форме молекул среди полимеров есть полимеры которые выстраиваются как ниточки такие полимеры называются линейные волокна как правило имеет линейное строение они могут правда скручиваться такие полимеры но тем не менее лимит линейный характер имеет они могут быть напоминающие веточки деревьев такие полимеры называются разветвленные разветвленные ну например белки когда соединяются они могут иметь разветвленный характер своей цепи построения и существуют полимеры которые между собой сцеплены вот таким образом это полимеры пространственные их называют еще иногда сетчатые полимеры и вот таким полимером является например резина и пространственные полимеры являются очень очень прочными на самом деле это далеко не вся классификация существует звездочные ленточные полимеры полимеры имеющие такое каркасное строение то есть на самом деле вот первые показаны здесь это наиболее употребляемый в такой основной химии, которую мы с вами изучаем. Кроме этого, полимеры можно отличить по устойчивости к температуре, по отношению к температуре. Есть полимеры, которые вы можете нагреть, изменить их форму, и эта форма за ними сохранится. Такие полимеры называются термопластичные. Термопластичные полимеры. Это полимеры, которые вы можете изменить форму при нагревании, а при охлаждении эта форма сохраняется. Например, таким полимером является полиэтилен или, например, полиэтилен терафталат. Это полимер самый выпускаемый в настоящее время. И еще обращаю ваше внимание, такие полимеры вы можете перерабатывать несколько раз. Если вы увидите на, например, той же бутылке из-под газированной воды или соков, например, вот такой знак, это означает знак рециклизации. То есть вы можете такой полимер перерабатывать, а внутри находимая цифра от 1 до 7 показывает, сколько раз вы можете переработать такой полимер. Но если, например, полиэтилен, это полимер, который можно от 2 до 4 раз перерабатывать. Правда, после уже окончательной переработки, если это уже максимальное число переработок, такой полимер уже, получается, нельзя использовать. Но есть и полимеры, которые при нагревании меняют свой химический характер. Они называются термореактивные. Такие полимеры нельзя нагревать, так как они при этом очень сильно разрушаются. Например, таким полимером будет фенол, формальдегидная смола, которую нельзя нагревать. Если она нагреется, она может полностью изменить свой химический состав. Такие полимеры обычно склеивают, таким образом спрессуют, а потом склеивают, чтобы они не развалились. Но зато они обладают очень высокой упругостью. И такие полимеры имеют такое важное достаточно применение именно за счет, в том числе, такого химического и физического свойства. И еще полимеры можно разделить по тому, как строится их цепь. По способу построения цепи. Итак, вы знаете, полимеры особенно разветвленного характера, они могут строиться таким образом, например, допустим, если полимер состоит из, допустим, звеньев, в которых есть компоненты А и В. И, например, вот эти А и В составные части структурного звена, они чередуются строго постоянно. Например, вот так. А, В, А, В. И этот порядок не нарушается. Не нарушается. Такие полимеры называются, соответственно, стереорегулярные. Стереорегулярные. Или называется синдиотактические. Синдиотактические. Но, вы знаете, порядок может быть и другим, но он строго может быть постоянным. То есть я приведу здесь фрагмент, что этот порядок тоже будет стереорегулярным, только не синдиотактическим, а, соответственно, полимеры, когда сочетание будет, например, вот так, А, В, потом у вас будет, например, В, А. Но вот этот порядок, он все время сохраняется. То есть, например, за В, А будет всегда А, В и так далее. Но это все равно будет стереорегулярно. Знаете, в химии полимеров даже существует в отношении такой категории полимеров понятие соединения хвост-голова или, например, голова-голова. То есть, когда сочетание идет именно в строго определенной последовательности. И бывает соединение, когда, например, допустим, тот же звено А, В, например, а потом вдруг А и, например, А каким-то образом образовалось, потом В, потом, может быть, опять А, В. То есть, никакой в этом случае регулярности нет. Такие полимеры называются стереонерегулярные. И их называют, соответственно, атактические. Должна сказать, что полимеры, которые имеют стереорегулярное строение, являются более эффективными. Поэтому стараются найти такие катализаторы, которые позволят соединяться им именно таким путем. Но на самом деле классификаций полимеров существует и больше. И полимеры отличаются еще органически, например, тем, будут ли они пластмассами, волокнами или, например, герметиками или эластомерами. Это деление обычно применяют к органическим полимерам. А также может быть, например, путь полимеризации, допустим, связан с механизмом. Соответственно, полимеры тоже классифицируют, допустим, либо полимер получен полимеризацией радикального типа с участием свободных радикалов или с участием ионов. Тогда это может быть, например, анионная полимеризация или катионная полимеризация. Поэтому полимеры бывают. И внутри одной и той же реакции они могут между собой отличаться. Но наиболее сложный механизм реакции поликонденсации, как правило, он является сочетанием нескольких механизмов. Но, тем не менее, управлять этим процессом можно. И, еще раз повторюсь, вот когда речь идет о регулярности полимера, это делают с помощью специальных катализаторов. Причем некоторые из них настолько популярны, катализатор, например, циглероната, который позволяет получать полимеры. И сам этот катализатор выпускается огромным тиражом, поскольку он используется очень-очень широко. И даже за открытие таких катализаторов эти два ученых получили Нобелевскую премию. Поэтому, на самом деле, полимерами можно управлять, их важно получать. Но история происхождения полимеров не столь далека, в отличие от, например, неорганических и других каких-то органических веществ. Потому что первые полимеры стали получать не позже, получается, конца XIX-начала XX века. Но первоначально полимеры не имели такой большой популярности, как мы сейчас с вами их используем. Даже те же маркеры, которым я пишу, он помещен в специальную полимерную трубку или, соответственно, стекло, на котором мы пишем. Это, как правило, органические полимеры. Поэтому, на самом деле, полимеры вокруг нас и внутри нас органические полимеры, белки, соответственно, полисахариды, это все вещества, высокомолекулярные полимеры. Это необыкновенная химия. Вы знаете, она очень интересна и развивается огромными темпами именно в настоящее время. Хотя и очень часто ругают полимеры. Но мы с вами на следующих уроках выясним, как пытаются решить проблему неразлагаемости полимеров, какие важнейшие полимеры получают, какими свойствами они будут обладать. Поэтому я вам очень советую посмотреть наши следующие уроки по данной теме. Ну а на сегодня у меня все. До свидания, ребята! Субтитры подогнал «Симон»!